Честно говоря, решение было принято от безысходности. На наших глазах каждый день умирают больные, которым мы не можем помочь. В силу несовершенства закона, в силу того, что это невозможно сделать на сегодняшний день. И перед нами появился 40-летний мужчина, который точно так же на глазах умирал. И мы решили, что во что бы то ни стало, мы должны все-таки помочь ему. И сделать что-то такое необычное, что бы толкнуло всю эту отрасль к развитию. Мы поехали в Польшу, научились делать механические сердца, имплантировать. После этого поехали в Берлин, получили сертификацию, прошли курсы сертификации. Вернулись и столкнулись с тем, что у нас нет денег на механическое сердце. Мы провели несколько конкурсов, мы провели танцевальный марафон, аукцион картин, пробег, марафон и так далее. Собрали какую-то часть денег, примерно одну четвертую от того, что нам нужно было. И наши немецкие коллеги дали это сердце нам в долг, видя, что пациент просто умирает на глазах. Вот таким образом это было сделано на голом энтузиазме, без всякой поддержки со стороны государства или кого-то еще. Сами собрали деньги, сами научились, сами сертифицировались, сами пересадили. И сами выходили Пашу, который сегодня живет уже 4 месяца или уже 5 месяцев и чувствует себя хорошо. Неделю назад я был в Белоруссии, договорился с главным кардиохирургом о том, что в апреле месяце, как только появятся министерские деньги, он поедет на пересадку и уже будет второй этап его лечения, трансплантация сердца. В нашей студии.